всем доброе придоброе утро вроде как и солнце светит выглянула солнышко но идет дождь как и обещал прогноз ой там прям почернее идет дождик и так будет целый день и завтра тоже дождь люблю но не по пятницам и субботам когда у меня самый рабочий день вообще у меня есть одна клиентка там и эвелирование и покраску надо сделать точно еще не знаю но придут наверное кто-нибудь кто краситься хочет я вообще хотела сегодня думаю если дождик будет муж поехал в гранату я бы с ним поехал но мне вчера позвонили сказали что придут поэтому хотела пошопиться сегодня но не удалось ну лучше денежку заработать чем шутка пошопиться можно в понедельник давай заходить хочется уже тепла знаете тепла все помыть все размой на улице но на улице всякие балкончики везде но что-то по-моему на этой неделе тепла точно не будет так у меня тут осталось пять минуточек я сейчас до монтирую немножечко и пойдем на работу попробовала свои огурцы с мясом очень вкусно не хватало соли я подсолила немножечко и вообще сегодня приду как наемся как наемся там же ничего такого нету супер калорийного или еще что-то такие вкусняцкий ладно едем на работу что-то не могла дома найти зонт под балконами пройдусь смотрите чали перед ай-ай-ай под балконами пройдусь о машине у меня есть зонтик поэтому а машина вон стоит буквально совсем рядышком такая вот у нас сегодня погода вообще дожди очень нужны потому что все сухо в этом году пускай покапать вот такой дождь хороший он не как здесь говорят ну а синдалью то есть не приносит вреда тут собаку так жалко она домашняя но на целый день на улице вообще не знаю зачем тогда собак заводить вообще не понимаю она вот там за углом живет до лапа такая где-то чарли идет как жалко его постоянно его на улицу выпроводят и он вот он там за углом живет они вот подстригают ухаживают чарли бинга нова моста раке то все поедем на работу второй день не могу получить посылку там такая очередина в три велюшки человек до хрена я не хочу ждать не то что не хочу я не люблю и вообще я себе сегодня эпиляцию сделала поэтому могу быть красненькая не люблю ждать знаете еще посылку как говорится такая не очень и стоять там три часа мне что-то нет какого-то особого желания так не надо открыть зеркало видите у меня как надо его сделать и поедем смотрите как у нас там темно тучи такие низкие прям над горами да и над морем как светло так классно шторм конечно там шпарит я под отсюда вижу белые шапки в общем сегодня у нас не будет пляжа пляжные прогулки поэтому вчера нагулялись чарли дожди налил еще вообще какой но сейчас время около пяти солнышко вроде бы уже хочет проглянуть и уже не дождя нет дождя и ветра нет но за завтрак говорят все наоборот с утра не будет дождя что очень хорошо для моей работы после обеда вроде бы как начнет да еще сильнее даже сегодня сестра была подстригалась вот пришла своей собачка из чарли сразу конечно с ним не очень подружился он такой знаете юрсай и он такой не поседа прям не сидит туда-сюда у меня клиентка сделал мне на лет на колени запрыгнул ой не могу я говорю бери бери его на руки и держи его на руках иначе он всех клиентов меня распугает не в том смысле что он накинуться на хотел просто он так играл но не всем же нравится к собаке поэтому как бы мой то он сядет там в сторонке сидит смотрите у нас манекен оказывается вообще там какой-то казино написано казино вот так вот ночью пойдешь увидишь да и можно обкакаться видите двери такие красивые сейчас спущусь посмотрю кстати этот забыл выключить свет они не забыл не включены две собачки вот видите красиво вот за ту риску сайду но она вас она собачка на меня вы такие маленькие хорошенькие так вот что я рассказывала там в общем не всем нравятся собаки и поэтому как бы не очень кому понравится если он будет прыгать да на вас такие дела конечно лил дождик это пипец какой то но ничего дождь это вода вода просто необходима для всего посмотрим чем час тут ребят не придет отважиться не отважиться мои постоянные клиентки знаете имба барабан они пришли им же надо завтра на службу идти при параде как говорится все уже у всех там два пальца этих как это называется так у спадиканы седых волос они все ждут на страшную неделю чтобы вот им на следующей неделе очень все придут краситься потому что у нас через неделю будет страстная неделя посмотрим какие праздники будут и поснимаю вам не есть видео много уже с этих праздников но еще вам поснимаю это по моему фикус смотрите его каждый год обрезают там вообще ничего от него не оставляют и он каждый год вот так вырастает а дома холишь лелеешь и нифига ничего не растет вот почему так здесь вроде бы и холодный ветер и поливать наверно его раз в год ему какой вымахал а дома холишь лелеешь ни хрена ничего не растет у меня клиентка оставила книгу смотрите какую книгу она читает ей за 80 уже и вот она почти вместе раз в месяц меняет книги читает вот такие книги представляете какие не просто триллер исторический в общем когда придет надеюсь она придет за ней потому что я очень нравится читать перед сном может быть часы на пришлет и оставила представляете она там новую сумку купила все мне хвалилась что у нее новая сумка вот хвалилась хвалилась и дохвалилась и ушла без без своей книжки я на пляж пляж не пошла там такой ветроган сносит и холодно что я одета совсем не по погоде знаете 12 градусов он на берегу моря и когда ветер это равносильно я не знаю минус 25 наверное правда когда влажность такая сильная и ветроган мы идем тут в камышах среди камышей в общем как-то я срулила наверное уже слышите море как тому там колышется я хотела вам заснять но блин тут такой ветрова ужас чем погода шепчет еще такая будет наверное целую неделю слышите как море колышется просто ради одного кадра повалить мне как-то не очень хочется в общем сейчас домой поедем греться я там арбуз знаете у меня даже желание на арбуз нету когда холодно хочется чая горячего супчика какого-нибудь я не знаю но совершенно не арбуз или мороженое вот тебе пожалуйста вот оно какое наше лето вообще по телеку передают что прям даже как это называется алерта на ранха оранжевое оповещение по дождям вот именно на андалусии что может там затопить снег снег идет просто вы вот там гор не видно сера невада она вся заснеженная у меня муж в гранаде сегодня был и вот там есть такая деревушка подул так там говорит снег шел когда я ехал у меня снег шел представляете вообще апрель месяц фигеть слышите как море там колышется ну-ка я вам сейчас отсюда попробую его приблизить люди ходят отважные видите какое там творится ужас чем я туда даже не пойду среди камышей пройдусь все ради чарли а ну что не сделаешь ради любимой собаки потому что он ему жалко сегодня ведный у меня такой наверх сходил сейчас домой приеду быстро себе сделаю горячего чая с имбирем наверное с лимоном со всеми делами смотрите что там надвигается как нас еще за это да уж погодка конечно пришел у меня сын моей клиентки за книгой они рядом живут они рядом живут они рядом живут вот так ладно бегом бегом дождь клапан представляете вообще пипец мы уже дома чарли моя лапа такой нагулялся с мамой да нагулялся смотрите уже это то уже как говорится только подключить его крану и все то есть собран только дожди льют и как бы туда лезть на на крышу на крышу дома моего не хочется хочу вам фильм посоветовать сериал я тут его посмотрела уже офигенный сериал так называется вот на краю называется это новости сериал так вот он видите по россии шел очень классный сериал вообще суперский мне понравился это как бы и драма мелодрама и все дела там идут про ну в общем смотрите кому интересно там вот такой вот все турецко-сирийская там в общем вот такой фильм сериал и в тему сейчас самое главное и актеры красивые а я себе заварила чай который с этим смотрите какой он красный очень даже подозрительно да как прям я не знаю насыщенный такой с этим шиповником на улице очень похолодало и выглянуло солнышко выглянуло солнышко блещет на лугу я навстречу солнышко смотрите у меня совсем упала вся мята я по вашим советам ее обрежу в понедельник и пускай она у меня по-новому растет наверное может быть даже выкручу немного этих корней вот этот цветок тоже очень сильно разросся тоже его надо поломать немножечко видите небо какое голубое не видите да ну голубое поверьте мне на слово а еще у меня прям распустились вот эти вот лилии да или как и пахнут они прям пахнут действительно надо им водичку поменять цветочком я им каждый день воду меняю вот и все у нас такие вот планы конечно это у меня не растет ну как она растит а растет но почему то не цветет не хочет но ей говорят мало света ну нормально нормально и этот вроде смотрите тоже цветочки вам свои покажу вот этот надо пересадить вот точный горшок есть и все он в своем горшке стоит вот это надо лист отрезать он видите желтеть начинает это вот старый лист этот кстати цветок я его когда пересаживала он все старые листья свои вот так они пожелтели их я обрезала осталось старый вот этот и вот эти два но я думаю что они тоже начнут желтеть я читала что этот цветок именно так и делает он избавляется от своих старых листьев и и все чтобы росли новыми а еще помню вот такой заказывала в китае он сюда мне кажется очень даже вписался такой как это сказать велосипедик да с букетиком вот так буду чай пить не знаю в ютубе наверное полазью потому что сериалы что-то нового интересного пока не могу найти вот этот на краю я сегодня посмотрел он видимо выход он выходил по 2 серии в день видимо по каналу россия россия 1 выходил тоже так же по 2 серии в день и вот сегодня я его досмотрела очень суперский классный я думала серии 16 будет а нет 8 вот такие у нас дела ой блин завтра опять дождик передает это вообще какой то кошмар и холодно ладно дождик не по барабану ну вот что холодно ну ладно ничего не поделаешь у природы нет плохой погоды всякая погода благодать бы ситу бы ситу мой вье поцелуйчики у него прошу какой умный мальчик мальчик мой дорогой где же ты так люблю не могу моя вонючка вы знаете я не люблю о плохом но это вроде как и не плохое или плохое в общем у нас тут два дня мусолят знаете какую тему в общем вчера или позавчера пара по телевизору мусолит пожилая пара уже жена сильно болеет страдает там вообще у нее я не знаю какая у нее болезнь но она уже не ходит лежит на кровати не может говорить есть все нормально у нее там вообще в общем все отказывает и она попросила своего мужа чтобы он ее ей что-нибудь дал и она как бы как сказать это освободила от этих мучений что ли вот и он это сделал прям показывал все заснял на видео камеру представляете по телевизору все показывают то есть он там ей дает воды с этой с трубочкой и говорит ты сначала говорит выпей пару глотков если я если ты увидишь верни сможешь выпить эти пару глотков тогда все будет хорошо а если нет то тогда будем что-то думать то есть она выпивает пару глотков и все и освобождается скажем так и потом он сам по моему или в общем мне как-то стало не по себе что ли и в общем я не досмотрела это видео потом на работе опять включила опять они разговаривают на эту же тему и его в общем затержала полиция вот и идут дебаты уже второй день что правильно он сделал неправильно он сделал убил не убил сделал как бы освободил жену или что и в общем двоякое да как бы такое решение или как я вот я не знаю что ему там будет за это но мне кажется ему то есть он очень многое ухаживал за своей женой очень долгое время ему даже тюрьма покажется намного легче чем вот ухаживать за таким больным человеком да как бы это как-то ну в голове в принципе это не укладывается а с другой стороны мне кажется со стороны она же сама его попросила об этом да то есть до какой степени должна страдать была должна страдала эта женщина что она знала что вот она просит мужа своего чтобы он ее освободил вот и то есть да и вот ей не важно там как это будет лишь бы побыстрее представляете ну да если просвета никакого нету если уже сто процентов ничего не поможет никакие лекарства вообще нету нет как говорится света в конце туннеля то мне кажется это освобождение и и его и ее вот с другой стороны смотрите бывают же люди которые вот страдают в авариях да и они лежат в больницах все на трубках и потом вызывают врачей и говорят что вот ваш родственник уже не придет в себя с вашего согласия надо его отключать так по мне это вот мне кажется ну это одно и то же да но почему-то власти это рассматривают по-разному ты чё ты так меня слушаешь я тут на серьезные темы разговариваю да просто хотела с вами обсудить вот как вы считаете это освобождение все-таки или убийство и даже он в тюрьме ему будет намного легче тем более испанские тюрьмы они такие что там курортами покажутся я смотрела очень много всяких передач про тюрьмы испанские но это отдельная тема если вам интересно пишите в калиментариях я немного расскажу что тут за тюрьмы такие в Испании и как все это проходит вот а также вот как вы думаете это вот убийство или или освобождение и его и жены от мук вот я что-то не не поняла еще про детей были ли у него у них дети но так как я говорю что он эта тема как бы мне просто его вот знаете на видео видно что у них такая вот прям любовь знаете он ее любит он с такой нежностью ей говорит а в ее глазах вот читается боль знаете усталость она такая вся худая лежит вот такая вот вся скрюченная а он ей так он же ей не сказал все ты вот после этого после этого глотка все тебя уже нет он ей сказал сейчас ты попей водички и все и тогда посмотрим то есть вообще вот даже рассказываю больше это не знаю как то как то не воспринимается это как убийство знаете а воспринимается как то я не знаю как лечение как какое-то освобождение от чего-то такого плохого и вот два дня уже не знаю ну большее количество конечно за то что он сделал ну не то что правильно а то что он не виновен скорее так ну правильно конечно как мы не имеем права никого убивать не мы как говорится родили не мы и должны забирать жизнь да не нам это решать когда пришел чей-то час ну вот бывает как говорится исключение наверное так что ли да просто мне эта история не так плохая а как вот знаете как вот Ромео и Джульетта как любовь такая вот знаете конец какой-то любви даже не конец а просто уже ее не перестает любить да в принципе не знаю вот смотрим чем это закончится может быть посадят его в тюрьму не посадят может быть ему дадут какие-то условные наказания фиг его знает вот они обсуждают я не знаю есть семь стран по моему они что-то по телевизору говорили в которых разрешено вот такие вот меры как говорится освобождение да как-то убийство у меня язык не поворачивается сказать меры освобождения вот таких людей но опять это тоже палка о двух концах нужно быть уверен на сто процентов что человека нельзя спасти это вот знаете как говорят смертная казнь почему я вот против смертной казни знаете почему потому что все мы люди и мы можем ошибаться вот и вот кого-то судья же они тоже люди осудят допустим человека в смертной казни человека убьют да за какое-то содеянное преступление а потом через некоторое время окажется что он нифига и не виновен что его осудили потому что там я не знаю либо судью подкупили либо какие-то эти как их называют то господи господи как эти ну улики по господи ну обманули в общем улики подбросили в общем обвинили человека все слова вылезли в общем человек был невиновен а ему все вы преступление доказано и все ему смертная казнь все потом конечно все это вы сказали что все он невиновен сняли с него все обвинения а человека то уже нету и что и кто виноват поэтому пускай уж лучше сидят как говорится в своей тюрьме так уж точно как говорит ну не знаю вот я у меня такое мнение что я против смертной казни хотя некоторых то можно было бы и казнить и вот я знаете или допустим матерей которые убивают своих детей таких нужно не знаю не кастрировать а как там все им вырезать чтобы они не могли становиться больше матерью допустим вот такие вот случаи нужно наказывать как бы кардинально чтобы больше такого не повторилось никогда вне зависимости сидит человек или на свободе но это уже отдельная тема и другая история а вот этот вот человек вот просто вот это вот в глазах смотришь допустим на телевизор и все это по телевизору представляете показывали то есть до такой степени это все выглядело невинно что даже наворачивали слезы на глазах от умиления представляете а не какой то вот и она прям вот так вот выпивает эту воду женщины и у нее прям аж чуть ли не блаженство на на лице такой вот знаете когда человек болеет он все и вот у нее болезнь какая то я не знаю такое напряженное все было вот и когда она уже выпивает эту воду и она прям знаете напряжение сходит и вот все видно что ну как то не знаю по другому все воспринималось так что вот так вот рассказала вам все вот такую историю завтра ну телевизор тоже на работе включу с утра и посмотрим чем же все это закончится у меня наверное муж идет с работы и потому что чарли или откуда там где он был не знаю чарли пошел встречать он всегда слышит и сейчас все закрыто поэтому машину не слышит а так он даже слышит машину и сразу идет к двери и встречает такое вот предание собаки не бывает вот такие вот дела такие вот вот истории у нас тут происходит но это будут еще мусолить не знаю недели две три пока не произойдет что-нибудь еще вот а я пойду сейчас что-нибудь сделаю есть уже ничего не буду ой у меня клубника есть я вчера клубнику вот эту вам показывала я ее не доела я съела только половину и сейчас я ее доем иначе она пропадет сегодня представляете у нас на работе ездил ну вот это вот машина грузовичок который тоже ездит и продает 2 евро 3 килограмма клубники представляете но у меня еще и это осталось смотрите сколько и в холодильнике еще лежит поэтому куда мне столько клубники прям я прям ворванулась так я думаю сварю варенье потом думаю блин у меня еще есть вроде 2 евро копейки а с другой стороны ну а куда мне ее солить ладно пойду клубничку поем она у меня уже мытая и по-моему у меня батарейка садится на камере камеру надо зарядить немножечко у нас уже ночь телек смотрела только только говорят о этом случае сегодня по всему миру что там происходит кто за кто против как я и говорила мусорить будут еще долго ну а мы на этом закончили сегодняшний день посмотрела программу там вообще ничего не будет интересного джипси кинг будет и будет передача такая о цыганях как живут цыгане но такие в общем не цыгане к которым мы привыкли а цыгане такие как нормальные люди да у которых работа у которых все есть их образ жизни наверное это и буду смотреть а больше это нифига ничего и нет по телеку даже никакой фильма нет я вообще не люблю ни пятницу ни субботу потому что по телевизору вообще смотреть нечего не знаю почему так всегда получается как шумяченник но выходные смотреть вообще нечего так что ладно буду с вами прощаться до завтра увидим завтра дождь идет не идет ну будет сто процентов написано девяносто вот поживем увидим не забывайте подписываться ставить лайки пишите комментарии и встретимся с вами завтра всем всего самого лучшего приятных вам выходных у вас уже они наверное начались но у меня начнутся только послезавтра зато в понедельник я выходная а вы наверное работаете в общем удачных вам выходных солнечного неба над головой но надеюсь что он у вас будет не как у нас в общем всем пока пока и до завтра